Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 марта. Наши традиционные ответы на вопросы сейчас за последние два дня открою. Самое актуальное подробнее расскажу, потому что начали разговор про подкормки. Всех это очень-очень интересует. Вот. Сразу скажу, что там, где просто спасибо и молодец, я читать не буду, чтобы сэкономить время. Но поверьте, я читаю каждый ваш комментарий и благодарна вот за такие, за хорошие отзывы. Вот пишет Михаил Степаненко про всходы первых рассадов. Как понять ваши слова сегодня 1 января, вот про 26 января? Ну там, где я оговорилась, надо было сказать, ой, 2 января, надо было сказать 2 февраля. Ну Михаил, смотрите, у каждого видео есть дата проставлена. Вот вы открываете видео, и вот здесь в левом уголке написано 2 февраля 2019 года. А я так как февраль только начался, я долго еще говорила целую неделю, 2 января, 3 января. Но это просто оговорка. Из-за моей такой загруженности я иногда за месяцами не очень сильно слежу, и бывает такое. Так, вот Ирина Шевченко пишет, это вот самая сейчас актуальная тема, про листья. Почему рассада помидор сбрасывает настоящие листья, плохо развивается, не могу понять, что с ним. Я сегодня специально сняла вот сейчас рано утром видео про таблицу, в которой собран вот этот дефицит питания элементами, микроэлементами, где показаны фото, как разные листья ведут себя. И я хочу всем посоветовать пользоваться этими таблицами, там бесценная информация, таблицы созданы специалистами, там фото, там объяснения, как исправлять недостатки. Потому что ясно, что я не могу каждый день говорить про одно и то же, про одни и те же листья, потому что комментарии все приходят и приходят, и комментарии все однотипные. Вот может быть это видео, которое я сегодня сняла, поможет вам. Но тут просто одна буква А, я не знаю, что это. Да, чтобы так нянькаться с рассадой, надо либо не работать, либо иметь хорошего помощника, и может быть даже ни одного. Оксана Авдей пишет. Ну конечно я не работаю, я всем говорю, что я пенсионерка, я занята только рассадой, потому что маленьких детей в нашем доме нет, все уходят на работу, а я сижу целый день одна. Ну я решила, что лучше, чем сидеть жиром заплывать, я лучше буду нянькаться с рассадой, внук приезжает только на выходные. И для одного человека вот такое количество в моем возрасте, вот я молодой пенсионер, можно так сказать, это вполне реально. В прошлые годы было еще больше, это нынче я убавила. Так, вот пишет земля-кормилица, что зола в воде не растворяется, надо настаивать. Я с этим не согласна частично. Да, настои делать конечно лучше, но как вы про тот способ, ну как тогда тот способ, когда мы золу в землю подсыпаем и просто прорыхливаем с землей, тут же мы не настаиваем. Золу можно употреблять в любом виде, и в сухом, и в настойном, это я уже по своему опыту знаю, летом иногда некогда. Просто беру вот этот дуршлаг, насыпаю туда золы и побежала по рядам в прикорневые круги опудривать. Потом или дождь пойдет туда, все уйдет, или прорыхлю, не настаиваю золу, потому что некогда. Так, что можно и сухой, и даже если она в воде не растворяется, можно и вот эти растворы делать, главное, что она туда у вас попадает все равно. Вот пишет Гидаят Султанов, все бы хорошо, но очень долго. Но знаете, это кому-то долго, кому-то надо еще дольше. У нас у всех вкус разный. Кто-то пишет, напишите еще подробнее. После одного видео выходит, что а я вот это не поняла. Я уже каждый раз говорю, у нас у всех разная степень вот этой информированности, разный уровень знаний, огородничества. И поэтому я не могу одним видеороликом угодить всем. Вы видите, что нас уже там, не знаю сколько, не смотрело, около 80 тысяч человек. Ясно, что мы все разные. Кому-то это очень долго, а кому-то пролетает как мгновение. Так что я буду снимать в своей манере, в которой я привыкла. Ну кому долго, значит на ускоренном как-то смотрите или перескакиваете. Кому не хватает, тому я еще доснимаю, потом повторно рассказываю. Вот от плесени пишет Людмила Дацкевич. Мне хорошо помогает перекись водорода. По этому поводу ничего сказать не могу. Сразу говорю, что перекисью водорода не пользуюсь. Ну просто потому, что это надо ходить куда-то покупать. Я подсыпаю золу или выставляю на солнце, работает без всяких вот этих добавлений лишних. Я всегда вот про подкормки и про все эти добавки говорю, почему. Почему я ничем этим не пользуюсь. Ну не из-за того, что все это покупать, все это лишние расходы. А просто потому, что когда добавляешь много, от плесени добавишь одно, от желтизны добавишь другое, добавишь третье. И потом, когда получается плохая рассада, ты не знаешь, может быть какая-то добавка была лишняя, может быть это уже ничего не надо было делать. Вот у меня она растет в естественном состоянии. Пусть она даже будет к высадке в грунт чуть похуже выглядеть и послабее, чем у тех, кто вот все это подкармливает, все это добавляет. Но я знаю, что она пришла к этому своим ходом, ничего нет. И даже если у нее что-то с ней случится, это значит ее естественная подрептность, это ее как природная слабость, а не из-за того, что я ее чем-то перекормила. Вот Катерина Ткачук пишет, ты много болтаешь, а не показываешь. Ну у всех у нас есть вариант, есть выбор. Если вам моя болтовня, например, не нравится, ну надо идти, значит, к немногословным таким блогерам на канал, которые очень коротко все, которые показывают все это. Если вам нужны именно показы. А если я, мне вот вчера опять высказали про подкормки, ты сказала, что одну столовую ложку развести в воде, а не развела, просто словами сказала, не показываешь. Но я написала, если уж вы развести столовую ложку удобрения в 5 литрах воды не можете, то я вам уже не в силах помочь, вам, наверное, никто уже не поможет. И зачем я буду разводить, вот это проводить лицемерие, как парад лицемерия, зачем я буду все это разводить и делать вид, что я подкармливаю, если я в действительности их не подкармливаю, если я не буду туда ни мочевину добавлять, ни суперфосфат, зачем мне разводить и делать вид, что я начинаю подкормку. Я вот этого не пойму, чего люди хотят. Если я в начале видео сказала, что я сама не подкармливаю, но если у вас земля такая бедная, например, вот к этому, к видео, о чем конкретно подкормить рассаду. Пишет Петр Войцешко, здравствуйте, Оля, вы говорили про пожелтение нижних листьев, а у меня росла, росла, стали желтеть верхние листочки, это нехватка азота, может подкормить идеалом. Андрей Мишин пишет, это хлороз. Я вот про это и говорю, что сейчас про таблицу выйдет видео, и вы, может быть, как найдете для себя выход, будете обращаться к этим таблицам, там подробное описание всех-всех вот этих вот недостатков. И вы, возможно, определите свой. Елена Верткова пишет, идеальная рассада, всем такое желаю, вы супермама для рассады. Так, как это сделать, знаете. Так, бравенькие. Ну вот Елена Калмакова пишет, я полностью согласна. Вот народ интересный, выращивают рассаду на подоконнике с перепадами температуры без подсветки и хотят рассаду, как у Ольги. Неужели непонятно. Конечно, я всегда говорю, что я в более, как, в более выгодном положении, чем вы, потому что у меня рассада очень рано выходит на солнце, грунт самодельный, который, ну, сама составляю. И вот Наташа Соколова пишет, ну да, у вас перегной присутствует значительно, поэтому такая рассада. Наталья Панова пишет, вы тоже добавьте перегной, у вас будут хорошие растяжки. Да, я добавляю перегной, но перегной у меня старый, трехлетний, четырехлетний, который уже стал почти как земля, земля плодородная. Но за счет этого мне не требуются моей рассаде подкормки. Я один раз составляю питательный плодородный грунт и весь сезон я больше никаких, я избавляю себя от дополнительных хлопот. Мне уже не надо ни азота содержащие, ни какие-то там еще. У меня все там собрано. Так, опять вот объясните, в чем смысл томата по 2 в лунку. Я весь прошлый год говорила, всю зиму, и схемы показывала, чертила, и рисовала помидоры. И вот опять, ну, конечно, люди добавляются, а все это, вот Вера Ульянова написала. Я сейчас про это не буду говорить, вы знаете, что у меня посевы, но вы отлистайте назад. Вот зимой я прям схематически все-все-все показывала. Зачем я 2 томата в 1 лунку делаю, как высаживаю, какие сорта подходят, какие не подходят. Так, и хочу в завершение вот эту вот, про подкормки, поконкретнее, побольше именно эту тему, потому что это самая сейчас, ну, такая злоба дня. Как подкармливать, что подкармливать, комментарии вчера. Так, сейчас подождите, раскроется. Немножко передвинемся вот сюда, вот так. Сейчас комментарии вылезут. Потому что вчера, когда я выложила, ну, когда выкладываешь видео, снимаешь, конечно, снимаешь это с одной целью, чтобы объяснить и чтобы люди что-то поняли. А получается, после одного видео еще больше вопросов у людей возникает, вот кто мало разбирается, они, у них это, хаос начинается в голове, еще больше вопросов. Вот пишет Вера. Оля, скажите, пожалуйста, я удобрила рассаду после пикировки монофосфатом калия, а листовую подкормку чем лучше провести? И через сколько дней? Пишу вам первый раз, но смотрю, учусь. Вот смотрите, Вер, начинаю я с того, опять же, а нужна ли вам эта подкормка? Почему вы хотите сделать листовую подкормку? У вас есть какие-то изменения листа, изменения цвета, изменения формы? Или видите, что она у вас как дохленькая такая? А что вы хотите добиться этой листовой подкормки? Я вот на этот вопрос вам никогда не отвечу, потому что я не знаю, какую вы нашли проблему. Я всегда говорила, если нет проблемы на рассаде, не надо никаких подкормок, ни листовых, ничего. Если вам все-таки хочется поукаживать и подкормить, ну, возьмите какой-нибудь, ну, вот, например, эпином. Ну, как, он от стрессов, там, ну, от чего, просто чисто символически обработайте. Ну, закончу тем же, что я не знаю, какую вам подкормку, потому что я не знаю, какая у вас проблема у рассады. Я уверена и на 100% уверена, что подкормки нужно делать только тогда, когда у вас есть проблемы. И подкормки разные. Так, вот пишет Лина, правый, к сожалению, грунт не у всех хороший, но я не сдаюсь. Так, вот, что за ланя растворяется, и что очень долго я уже говорила. Так, вот про сбрасывание настоящих листиков. Вот, про два томата в одну лунку-то мы уже читали. Ну, пишут про... Подскажите, вы каждый день выносите или заносите рассаду в день в дом? Я написала, что я выношу только в солнечные дни. У нас, вот, например, в марте тоже не все же дни солнечные. Вот вчера, сегодня шел, вышла вся теплица облеплена снегом. Видать, ночью шел снег. Минус 7, минус 8 на улице. Конечно, и пасмурно. Конечно, я ее не понесу. Вы не думайте, что я вот прям каждый-каждый день всю эту ораву выношу. Два-три дня в неделю ей достаточно. Она вот эти солнечные ванны принимает. Вчера был выходной, мне вот помогал муж с сыном. Они мне вынесли, но вынесли только томаты. Потому что я запретила выносить перцы пасмурно. Для перцев они немножко чуть более теплолюбивые. И им, если нет подходящей температуры, смысла их нет выносить. Зачем их выносить туда, если там так же, как дома. И выношу не каждый день. Выношу только ради солнышка. Ради того, чтобы протравливалась земля. Чтобы плесень вся эта убивалась. Вся эта патогенная микрофлора. Так, это я уже читала. Вот пишут. Оля, подскажите, чтобы была такая рассада на 24 число, когда ее посадить. Вот именно эту рассаду, которую я вчера показывала. Низкие были посажены раньше посеяно, 26 января. А которые высокие были посажены в начале февраля. Это вся рассада для теплицы, для открытого грунта. Конечно, не в таком состоянии. Я вот для открытого грунта еще и сегодня буду сеять. Некоторые вообще еще не сеяла. Так, пишут. А вы растите под лампами? Вот про эту же рассаду. Конечно, под лампами. Если вы живете в таких холодных регионах, как у меня, например, Сибирь, Алтайский край. У нас света мало в феврале, мало света в марте на окнах. А так как я вообще на стеллажах, у меня же их много. Конечно, лампы. Лампы простые. Про лампы есть видео, какие выбрать светильники. И если некоторые говорят, что можно выращивать рассаду только под фитолампами, а они в 10 раз дороже простых ламп, это неправда. У меня все растет под простыми лампами, прекрасно растут из года в год. Лампы дешевые, 70-80 рублей лампа. И вот опять про это пишет Алекс Кинг. Оля, извините, я что-то запуталась. А зола разве это фосфор, а не калий? И следующая Яна пишет. Зола же калий вроде. Некоторые почему-то люди, они уверены, что зола это только калий. Но зола это универсальное, я еще раз говорю. Это универсальное такое народное средство удобрения. Она содержит калий, фосфор, кальций, ряд микроэлементов, очень много. Но там я не буду говорить, что процент калия зависит от породы древесины, там все. По сравнению с калием, фосфора, конечно, там меньше, там основной калий. Но когда не хватает фосфора, мы тоже используем золу, потому что фосфор в золе, он используется, усваивается лучше, чем с минерального удобрения суперфосфат. То есть он напрямую попадет сразу растением. Если у вас нечем больше подкормить, и вы чувствуете, что вам фосфора недостаточно, зола прекрасный выход из положения. Если вы не хотите, не хотите, вернее, использовать минеральное удобрение. Золу также используют для... она немного раскисляет почву. Вот у меня, например, в огороде кислый грунт, кислотность повышенная, что не очень хорошо. И я, вы видели, кто смотрел в прошлом году, я и опудривание летом делала, и при высадке в грунт золу добавляю. Так что она и повышает плодородие нашей земли, и немного раскисляет все. Ну вот опять Яна, я уже ответила. Скажите, пожалуйста, а перец по лицу можно побрызгать настойной золой? Я недавно биогумусом подкормила, а селитрой кольцевой не надо. Ну, это то же самое. Все почему-то хотят все подкормить, подкормить, подкормить. Вот смотрите, про перец вообще везде пишется, что он не любит подкормок, что перекормленный перец, он... ну, рассада хуже. Она более восприимчива к заболеваниям. Я перец вообще ничем не подкармливаю. Но если у вас недостаток чего-то, опять же, то да потому. Нужно подкармливать рассаду только тогда, когда вы чувствуете какие-то, например, у нее, ну, проблемы. Как я вчера уже говорила, если у вас грунт хороший, если у вас семена хорошие, если у вас все идет хорошо, если он такой вот хорошенький, красивенький, не надо ничем подкармливать. Ну, сбрызгивание настоем золы, это, конечно, оно не противопоказано. Там все-таки есть это, ну, все, что я говорила, там, фосфор, калий, кальций. Но я хочу сказать, если вы хотите, например, чем-то подкормить, есть вот такие витаминные коктейли, как я их называю, вот в магазине, там собраны все микроэлементы понемножку, все-все-все-все-все, что нужно растению. И он с них не жирует, а именно вот подкормка по листу обогащает растения теми микро-макроэлементами, которые, возможно, дефицит у него. Селитры кальцевые, я не знаю, с какой целью, если бы вы сказали, например, у меня такая-то проблема, я хочу решить ее подкормить кальцевые селитры. Если я не знаю, у вас есть проблемы или нет с перцем, я вам не буду говорить, надо подкормливать кальцевые селитры или нет. Тем более там надо высчитывать дозировку, иногда сжигают даже вот этой селитры кальцевой. Так, просто у вас маленький объем земли, не надо подкармливать, я никогда не подкармливаю свою рассаду, просто один литр земли на одно растение, никаких проблем. Но я согласна, что если земля хорошая и земли вы достаточно дадите, то никаких проблем не надо, не будет, не нужно подкармливать. Но литр земли на одно растение это не каждый может дать, я даю им только для раннего урожая, которых долго выращиваю, только в конце их жизни. А сначала, конечно, им много земли не надо, если бы я дала литр земли вот каждому вот этому растению, представьте, какие пальмы разрослись бы. Я сейчас буду вот только вот эти вот 200-граммовые стаканчики высаживать. Ну все, я на этом закончу ответы на вопросы, потому что можно сидеть, разговаривать, хоть... Ну вот земля-кормилица опять пишет, что залив фосфора немного, 4-6 в основном калий и кальций, для развития корневой системы маловато. Я вам скажу так, если человек, кто не применяет минеральные удобрения вообще, и в народных средствах сложно найти какую-то вот такую подкормку, чтобы был там фосфор. И зола, если вы ее применяете и в грунт добавляете, потом еще подкормочку, то этого вполне достаточно. Не знаю, я вот суперфосфатом не пользуюсь, только в золе. Да, я знаю, что там фосфора мало, но растения порой и хватает этого. Особенно если, как я уже говорила, я использую свежий грунт, для того, чтобы было там природное все, вот все, что в наших огородах уже истощены, конечно, год за год мы используем помидоры, томаты, ну и все, и перцы высасывают же оттуда все-все-все. А если грунт свежий, то там все-таки вот этот вот комплекс природный, он все равно помогает растениям. И удобрений и добавок уже по лицу требуется намного меньше. Опять про опрыскивание, про добавки. Вот скажите, можно опрыскивать рассаду перца помидор, когда она еще дома в стаканчике, или только когда уже в грунте? Ну, опрыскивать, конечно, можно. Все люди опрыскивают, особенно если есть проблемы. Еще вопрос, где вы прошли, что его не надо смешивать с другими утобрениями, это HB101. Я прочла в расширенной инструкции от производителя, которые в интернете, потому что на пачке все не пишут, а если вы найдете в интернете расширенную инструкцию, там она на 2 или на 3 листа, там все противопоказания, и там написано, что если вы корневином пользовались, ну как поливали растения, или там для ускорения корневой системы, то HB101 уже нельзя применять, они несовместимы. Ну и все, до свидания, потому что здесь уже пошли летние видео, многие люди смотрят, что там вот про эти, про грядки ленивки, про все. Это я буду намного позже все рассказывать, сейчас пошла я сеять. Тут вот Людмила Люда пишет, все проще растение пока не заполнит пустоту кома, приостанавливает рост. Каждый раз при пересадке горшок увеличивает диаметры, не больше 2 сантиметра. Ну про это, про все мы уже рассказывали, и тут пишет Сергей Мельник, онкологию теперь зовут престиж, но я вам хочу сказать, что и до того, когда престижа не было, онкология была, у меня был печальный опыт с родственниками, никаким престижем не пользовались, жили в деревне, умирали от рака также люди, так что это не очень корректно говорить, что только от престижа начинается онкология, многие им вообще не пользуются. Все, до свидания. Будем выращивать дальше растения, будем разбираться. И вот про эту таблицу, я сейчас выложу видео про таблицу, пожалуйста, кто вот еще совсем не разбирается в удобрениях, чтобы не перепутать, изучайте, ну как, что вам хочу сказать, нужно не только слушать блогеров наших, один говорит одно, другой говорит другое, но вот этими статьями, которые печатными именно вариантами, нужно тоже пользоваться уметь, они очень много пользы приносят, и иногда печатные варианты даже более полезны, чем вот такое прослушивание. Я понимаю, что читать не всем хочется, но читать нужно, я вот всегда покупаю и книги, и энциклопедии по растениям, потому что если послушаешь блогеров, если послушать 10 разных блогеров, голова закружится, и каша в голове будет, и люди действительно мечутся от одного канала на другой, не знают, кому верить. Все, до свидания, ищите своего блогера, которому вы будете верить, с которым вы на одной волне, тогда все у вас получится.